Асфальтирование, озеленение и новое освещение. Первый заместитель мэра Александр Малашевский провел заседание общественной комиссии по вопросам реализации программы формирования современной городской среды. За 2020 год благоустраивали территорию многоквартирных домов по проспекту Карла Маркса и улицы Парковой. Департамент САТЭК сотрудничал с компанией МАКТЭКС по муниципальным контрактам. При благоустройстве дворов по Карла Маркса стоимость реализации составила более 12 миллионов. Дворовую территорию озеленили, установили детские площадки. Также специалисты работали по объекту культурного наследия МАСКО-Скорби. Сотрудничал САТЭК с компанией Стройотделсервис. Заключили контракт в июле прошлого года. За 2020 выполнили следующее – срезали кустарники и мелколесье, посадили деревья. Бюджет – более миллиона рублей. Производилась оплата за счет средств федерального бюджета – областного и местного. По словам специалистов департамента САТЭК, план за 2020 год выполнили. За прошлый год планы мы выполнили в полном объеме, 100% на три дворовые территории у нас стояли в плане. Все полностью выполнено. На предстоящий год также у нас будет три дворовые территории, которые мы также, надеемся, сделаем все вовремя. Потому как проектная документация уже готова. Сейчас мы проходим государственную экспертизу и объявляем закупки. В 2020 году муниципалитет направил заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Этнический парк Дюкча вошел в число победителей. В 2021 году специалисты также планируют благоустроить дворы по улицам Берзина, набережной реки Магаданки и Марчиканской.